В Шумерлинском районе на территории бывшего сельскохозяйственного кооператива выросли горы мусора. Как появилась несанкционированная свалка и когда ее ликвидируют, разбирались активисты ОНФ и наша съемочная группа. На интерактивной карте свалок эта красная точка появилась год назад. Вот так она выглядит в реальности. Пластиковые бутылки, диски от автомобильных колес, набитые бытовыми отходами мешки. Площадь свалки около 60 квадратных метров. Версий, откуда здесь появилось столько мусора, несколько. Изначально ООО «Профек» была ориентирована на сортировку мусора с организацией сортировочного пункта на этой территории. Они начали собирать мусор в нескольких соседних районах, чтобы были и объемы, и был смысл заниматься этим вопросом. Мы здесь вывозили, ну, прямо здесь вот складывали для сортировки. То есть это здесь лежало, но то, что мы здесь оставляли, ну, не более двух-трех дней. То есть вы хотите сказать, вот весь этот бардак, вся эта свалка, это не ваше круг дело? Не все наше. Мы сами лично ловили три машины. Ну, знаем то, что это был Вурнарский, Аликовский район. Ну, это, видимо, какие-то частники. Просто, ну, его здесь выгружали. Сортировочный комплекс остался на бумаге, а мусор здесь, на землях сельхозназначения. А это прямое нарушение земельного законодательства. В прошлом году прокуратура оштрафовала компанию и выдала предписание на устранение свалки. Были проблемы с вывозом на санкционированный полигон в Шумерле, но недавно они разрешились. Все подсохло. Более-менее технику можно тяжелую сюда пустить. Вот, начали. Сколько же вы излили? Ну, порядка 15 машин. Ну, машины маленькие, потому что машина-машин не рознь. Эти машины максимум 8 кубов. Сегодня здесь уже работы появились, начались после нашего, к сожалению, только выезда. Почему-то раньше они это сделать не смогли. Вот два дня здесь работы ведут. Администрация обещает ликвидировать данную несанкционированную свалку в течение двух-трех рабочих дней. Проект «Генеральная уборка» позволил выявить в республике около ста несанкционированных свалок. Часть из них ликвидировали. Уберут ли эту гору мусора, активист ОНФ обязательно проверит в скором времени.